Опа! Вот! Так! Ну что, грузимся? Че так не работать, а? Песня! Ну то есть, не мучили меня вопросами, я оставлю номер телефона в описании Димана. Всем привет! Ну что, у нас серия про черного плаща. Очередной ремонт. Не ремонт, а доработка. Доработка в каком плане? Я постоянно отправляю запчасти транспортными компаниями, мосты, моторы, все тяжелое. Я сам просто устал, и вещи тяжелые, то надо трактор заводить. Короче, всегда была проблема в погрузке. Я договорился с ребятами. Сделают в Газель кран-балку. Вот так вот здесь, каркасы. Сделают усилители, ну, трапецию. Будет выдвигаться стрела на полтора метра. Вчера мне позвонили, говорит, пригоняй машину, ну, купи 12-й двутавр, ну, балку. Сейчас я тачку завел, и поеду, короче, на металлобазу, куплю этот двутавр, ну, не швеллер, двутавр. Потому что на роликах там лебедочка будет ходить, ну, что-то такое. Ну, еще конструктив мы подробно сейчас обговорим. Ребятам, когда машину отгоню, оставлю, и все. Профиль там на боковые стойки, типа, сказали, все есть. Вот, я давно вообще об этой теме думал, чтобы упростить себе загрузку-выгрузку. Тем более частный дом там, то дача, то еще какой-то стройматериал, то что-то надо возить. А спина, сами понимаете, ей она не работает. А чтобы она вообще коня не привязала, каркас мой собственный, то нужна вот такая погрузочная система. Все, короче, полетел я за железкой на черном плаще. Кстати, по поводу ходовых качеств. Вот сейчас он у меня задранный, с подрессорниками, гораздо комфортней. Я, тем более, несколько листов выкинул из основного рессора сзади. И более-менее покомфортнее. И поставил новые амортизаторы. Вот, мне нравится. Единственное, мне не нравится мотор. Хочу каменс. Скоро будет он. Все, погнал я. Так, господа, вот я купил швеллер 12-й, 3-х метровый, кстати, один был. Бэушка, ну, почти новая. Вес 46 килограмм, цена за килограмм 65 рублей. Взвесили, все, 2,990. Вот он у меня здесь лежит. Он 3 метра с копейкой. Вон он такой. У меня там окошко, где бывший дополнительный отопитель стоял под сиденьем. Я его убрал, но окошко специально не заделал, чтобы вот такие длинномеры, если что, можно было возить. Все равно в будущем я поставлю багажник на крышу. Ну, как бы вот так вот, очень удобная штука. Кстати, на новых Газель Некстах автобусах это уже завода предусмотрено. И у меня на Фиате такая тема была. Так что все, швейлер взял. Сейчас звоню ребятам и поеду туда. Так, приехал я, короче, к мужикам. Но они где-то на монтаже, никого нету. Сказали, оставляй тачку и созвонимся. Ну, я, короче, тачку оставил. Вот она здесь. Скромное заведение. Но ребята мне много раз помогали. И дровник варился тут. Тачку я оставляю. И погнал я пешочком до дома. Вот он, наш черный плащ. Я его оставлял на установку кран-балки. Ребята мне ее поставили. Правда, прошло с этого момента две недели, потому что я ждал долго лебедку. Когда она приедет электрикой ВИЧ. Приехал все-таки 4000-й, сейчас покажу. Но для вас прошло, конечно, 3 секунды. Я пока там тоже свои дела сделал. Все, ребята, поставили это все за 5 или 4 дня. Но пока лебедка ехала, машина здесь стояла. Она никому не мешала. Вернее, она стояла не здесь, а вот там. Вместо той машины. Сейчас поставим лебедку, а я уже потом в гараж поеду ее подключать. Ну и покажу, что же мне ребята сделали. Вот такой конструктив. Пушка просто. Вот главный конструктор. Расчетчик, да? Чертежи, кто все сделал, рассчитал. И установил. Полностью все. Сейчас я с другой стороны, с боковой двери зайду, потому что не видно ни... Вот так все это выглядит. И теперь мы можем грузить очень много барахла. Можно сделать как и это. Как лучше, без разницы. Главное, чтобы сохранить ремонтопригодность. Не откручивается? Стучать. Они, наверное, на фиксаторе, да, стоят? Да, вот. Иди сам открути, а то сейчас посрываем. Да, срывай ее, ебать. Так, откручить как? А может зубильцем? Или кернышком? Вот, кстати, ребята-ребята, электриквинчик. Четырехтысячная. Сейчас, Диман. Вообще она для квадрика. Вот здесь инструкция. Будет с выносным пультом. Радио. Вся вот эта проводка, подключение. Горючки, крепежи. Как он правильно называется? Клюс вот от Диман. Ролики-то. Да. Хотел, кстати, я с синтетическим тросом взять. Да. Но с синтетическим тросом не было, короче. Ну, вернее, было, но гораздо дороже. Сейчас керно я возьму и открутим. Не переживайте, ребята. Ничего страшного здесь нет. Я погнал в магазин-крепеж. Взять каленые болты для крепления лебедки. Потому что, во-первых, она для квадрика. Мы площадку сейчас сделаем с Диманом. Ну, вернее, они уже, ребята, занимаются этим вопросом. А мне надо взять хорошие болты и рем-болт, чтобы туда закрепить, как блок. Если вдруг увеличить усилие на лебедке, чтобы можно было зацепить, как через блок. Вот. Сейчас я погнал в магазин. Здесь недалеко за крепежом. А ребята пока занимаются, ставят. Так, я отогнал тачку. Приехал. А тут уже почти все готово. Нет, какой-то. Само, наверное. Это я? А, ты готов? Конечно. Это меня Серега привез. Я показал, какая все тут тема получилась у нас. Светлый. Пусти. Чтоб она болталась. Да. Отлично. Диман. Кратко. Из какого материала у нас изготовлено мероприятие? Все вот это вот. Труба 153, 40 на 40 двойка, 40 на 25, швеллер 2-12. Да. Он брался бэушным лично мною. По-моему, да? Да. Это в моем случае. Все, на коленках. Но все с точностью, да, ракетостроение все размерено и сделано, да? Да, совершенно верно. Сейчас будем пробовать. Испытание. Так. Диман, можно, если что, я укажу твой номер телефона, кому будет интересно, если... Конечно. Так, ребята, вот такой конструктив. Ну, естественно, для каждой машины он может быть свой. Так что, чтобы вы мне не мозги и сунули, высунули, ну, то есть, не мучили меня вопросами, я оставлю номер телефона в описании Димана. Если кому нужна будет такой конструктив, вы ему звоните, и он уже по этому поводу общается, задавайте вопросы. И, возможно, чтобы кому-то такую тему сделали, и сколько все это будет стоить, это уже обсуждайте с Диманом. А теперь сейчас будем проводить испытательные мероприятия. Ты сам уж собираешь. А я вообще черно-намыш шарюшу, как все это собирается сам. Я знаю, что пульт вот так вот включается, оп, и все, и он работает, вот. Оп, оп. Там батарейка стоила, оп, выключился. Либо вот, это на руль вообще на квадрик ставится, там, поднял, ну, размотал, замотал. Вообще там, короче, ничего сложного нету, где-то тут этот, вон инструкция там в той коробке. Ну, она, короче, по-нашему там нету ничего, вот ни одного слова. Все по-английски. Красный плюс. Красный плюс, черный минус. А там все нарисовано. Ну да, потому что я сам уже потом в гараже все проложу, к аккумулятору все стационарно закреплю. Диман, вот у нас есть это, техническое. Обычно русские наоборот, когда что-то это, потом, ну, не получится у них, они смотрят инструкцию. Но мы давай наперекор всему будем сначала инструкцию смотреть. Ну, все правильно, короткие туда. Короткие на лебедку. Да, черный у них где. Угу. Да, короткие на лебедку. На этот, и все, что-то. У нас та инструкция. А какая еще может быть другая, да? Другой-то нет. Ну да. Шевелится лебедка. Ульт работает. Поднимаю? Да, поднимаю. Нет. В другую сторону. Нигит гельпин, конечно. Нормально. Нормально идет? Нормально. Ну, крутится вроде, да? Ага. Пошла нагрузка, господа. Вот так все это действие происходит. Вот так все это действие происходит. Достаточно. Еще, еще давайте. Еще. Еще. Так. Проводки. Закатывается. Легким движением руки. Ну, например, нам надо в середину. Ну, пускай. Опускаю? Готов. Все. Давай, обратно. Какого напряга? Да, да. Песня, да? Что, обратно его? Илья, пойди. У меня, кстати, есть тоже этот. Он у нас один. Все, мы приехали. Контакта нету. А, вот все, пошла. Выезжаем. Опускаю? Ну, да, да, да. Готово. Отлично, Диман. Восторгу нет предела. На здоровье. А теперь надо только облагородить и нормально ее соединить. И все будет просто четко. Приехал я от Димана. Испытание мы провели. У нас подымает, в принципе, генератор лебедка свободно. Но просто она была, как бы, особо не подключена. Аккумулятор там и провода. Теперь моя задача. Стационарно закрепить провода на аккумуляторе. Провести их до лебедки. И чтобы все это не оторвалось и все работало. Ну, то есть машина, например, работает или заглушена, там, не важно. И все пультом. Я мог, ну, пользоваться лебедкой. Загрузить, выгрузить. Ну, и там, по обстановке. Попутно купил упаковку пластиковых хомутиков. И купил вот этот кабель КГ. Где он тут? ВТМ заехал. Двухжильная резиновая оплетка. По-моему, на полтора квадрата он идет. Я думаю, мне тут вполне его достаточно. Сделал 10 метров. Но я посчитал, что мне нужно около 7. Все, он мягенький. Не будет перегибаться. Короче, от минус 30 до плюс 50. Видите, чтобы не рассохлась вот эта изоляция. И, естественно, в мороз все это не задубело, не потрескалось. Вот мой блок. Основной блок соленоидов. Вот это механический выключатель. Но я его, скорее всего, отсоединю. Он будет у него в бардачке. Если надо, вдруг батарейки на пульте или еще что-нибудь сядут. Можно будет работать этим блоком. И все. И вот эти провода. Я додумал по-разному. Диман, кто мне кран-балку это делал, говорит, поставь он сюда, где у меня управление светом. Типа блок соленоидов, чтобы его не задеть, ничем не зацепить. Но я думаю, это будет немножко неправильно. На схеме и вообще в инструкции. Ну и вообще обычно лебедка, блок соленоида располагается рядом. Поставлю блок соленоидов рядом. Тем более тут выше лебедки. Что им может повредить? Я особо грузоперевозками на ней не занимаюсь. Только в основном либо домой по мелочи стройматериалы купить лишний раз, чтобы доставку не заказывать. Либо в транспортную компанию запчасти отвезти. Сюда я прикручу пластину. И здесь у меня будет стоять квадратный блок соленоидов. От него идут сюда провода плюс-минус. И уже от блока соленоидов вот здесь вот. Я сделаю такой фиксатор угловой. У меня, кстати, есть. Ну что, на разборке у нас всего полно. Мне, Диман, сделают эти крепежки. Они временно пока я их поэксплуатирую. Там посмотрю, может быть, тросик натяну и крючки по нему пойдут. Не знаю пока. Факт в том, что пластиковыми хомутами я сделаю вот сюда к ним жестко зафиксирую. И трос, и когда лебедка будет ходить, естественно, он будет собираться. И с ними она будет кабель елозить. И, соответственно, когда сама балка тоже. Немного про конструкцию. Ну, или основу конструкции. Конструкция сделана коробом. Она закреплена на пол. Ну, все это разбиралось. Сделаны площадки вот так вот по кругу. Приваренные к полу. Тем более у меня, кстати, здесь пол с ребрами жесткости. Он не цельнометаллический. А тут еще спецоборудование было. Потому что машина санитарная специальная. Тут было оборудование. Или МЧС она вообще была. Не помню. По-моему, МЧС, да. И тут такие ребра жесткости. И тут всякое оборудование крепилось. И как бы пол с усилителями. И, соответственно, они сделали каркас. И все это прикрутили к полу. Или приварили там надежно. И они еще прикручены к стене. Нагрузки, во-первых, на крышу никакой нет. Потому что вся нагрузка именно вот на этот. Все именно на эту трапецию. На вот эти арки, которые еще между собой сварены. Вот так вот усилитель. Так. Так. И вся нагрузка идет вот на эту балку, естественно. И вот на ту. Когда на максимум вытянутое сюда. Вот здесь основная нагрузка. Ну и там. И, соответственно, когда груз мы завозим туда. И лебедка у нас там. Естественно, тоже идет нагрузка туда. Ни к крыше, ничего у меня не крепится. Как бы все рассчитано. Сюда к нему я прикреплю такие важные крепления, чтобы фиксировать груз. Все это я зачищу, покрашу. Не буду варить их. А именно прикреплю на болт М12. Вот так вот. Ну и, скорее всего, вот так вот, наверное, где-то. Вот. И вот так. Три там. И, наверное, еще где-то здесь. Там. Ну, посмотрю, рассчитаю, как сделать. Чтобы крепить груз на поддоне мотор. Чтобы ничего мне это не елозило здесь, не моталось. Они у меня есть разные. Есть вот такие вот. Это вообще с автомобилей для перевозки инвалидов. С Газели я еще в свое время оставлял. Все хотел сделать. Сделать. И вот, видимо, время пришло. Вот сюда я сделаю крепление хайджека. У меня не хайджек, хайлифт. А реечный домкрат внедорожный. Чтобы он здесь по машине не елозил, я вот сюда сделаю для него крепление, шпилечки. И он будет у меня вот здесь вот стоять. Четко прям, вообще прям встанет нормально. А сюда лопата, скорее всего. Или лопата, наверное, наверх, чтобы она не мешалась нигде. Лопата будет наверху. Небольшая саперная, но откопаться там мало ли. Где-то сентраки, где-то что-то, где-то, может быть, вообще. Крючки можно сделать вот так вот на этом каркасе и сделать гамак. Короче, вообще каркас темный, что угодно, наверное, на него можно изобрести. А, да, кстати, вот запаску мне куда ставить. Вот болт сюда приварю, будет запаска. Поддон тут ничего не помешает. Я думал сюда рундук поставить в одно место, вот здесь вот, как на скорых у меня есть. Рундук, но здесь он полезную площадь скрадет. Рундук я поставлю вот сюда. Вот здесь вот стенка. Все, вот тут у меня инструмент. Все барахло, потому что я собираюсь в дальнюю дорогу в конце мая. Потом покажу, расскажу, зачем мне машину подготовить. И, соответственно, мне надо все барахло куда-то уместить, чтобы это по машине не моталось. Но продолжим. Двутавр у нас 12-й, 120-й. Лебедка, 4-х тысячная. Грузоподъемность, то на 800. Через блок, естественно, 3, там почти 4. 3,5 или 3,600. Я думаю, мне вот так вот за глаза ее. Все. Сейчас я монтирую провода и будем проверять. Может быть, что-нибудь загрузим. Короче, сейчас я изготовлю площадку вот туда, чтобы закрепить вот этот бок соленоидов. И уже буду соединять. Кремочки я тоже где-то купил. Они вот тут лежат. И все буду ввести вот туда и на аккумулятор. Все попасом. Короче, дело моря. Так что погнали. Ну что, подсоединил я лебедку. Правда, уже стемнело. Снимать, соответственно, я не стал, потому что ни херена ничего не будет видно. Сегодня уже другой день. Вчера я, да, темно. Тут закончил Петька еще друган мой. Приехал. Мне немного помог. Ну, принц, тут ничего сложного не было. Сейчас покажу, как я это сделал. Вот, все-таки сюда я поставил блок соленоидов. Вот так вот пластиковые хомутики. Вот здесь вот у меня шакл. Вернее, висит. Вот. Вот. Висит шакл. И, короче, получится, что через блок. Вот так вот пока прихватил хомутиками к этим креплением. И все, туда у нас провод ушел. Здесь у меня запас. Я вот не нашел. Вот здесь вот хомутик специальный сюда хочу поставить. А, возможно, какую-то пружину, чтобы она вот так вот была. Висел этот провод, когда стрелу выдвигаешь, и он, естественно, натягивался. Ну, получилось, как получилось. Потому что, ну, во-первых, надо быстрее все это собрать. Мне в транспортную компанию надо запчасти везти. И тем более все это надо испытать сейчас. Аккумулятор просто напрямую я через стойку провел и плюс-минус через клеммы соединил. Все надежно и четко. Уже в темноте. Все попробовали. Размотали лебедку, смотали. Ничего, провода нигде не греется. Все нормально, все работает. Но теперь нужно проверять под нагрузкой. Но у меня есть снятый мотор УМЗ-4216. Со сгоревшей газели. Он лежит снятый. И сейчас я, соответственно, поеду туда. И попробую его загрузить. И посмотреть, как все это работает. Он весит где-то в районе 150 килограмм. Ну, наверное, чуть полегче. Легче, потому что там чего-то не хватает. Что-то расплавилось. Но все равно как бы за руки я как сумку его не подниму. Так что закрываем двери. Заводим черного плаща и едем на территорию. Ну, как будто мы загрузом. Подъедем. Я один. Никого нет. И попробую все это загрузить. И, наверное, я же еще у меня нету с собой три ноги как раз. Я буду одной камерой, ну, одной рукой снимать. И все, я одной рукой все это цеплять и грузить. Поглядим. Погнали. Ну что, господа, я приехал на погрузку. Черный плащ. Подопытный. Вернее, это инструмент. Это инструмент испытания. Непосредственно. Кран-балка. Так. Открываем ворота. Слава богу, тачка полноприводная. Я сюда подъехал, потому что весна. Вот видите, как у меня на рабочем месте. Тут просто розлив. Утром замерзшее все. Я там коробку снял. Ребята в Абакан отправить раздатку. Что-то еще мост на вазике. И просто тут все сейчас растаяло. Ужас. Условия просто. Жесть. Да, кстати, кто скучал по куче мостов? Они и скапливаются, ребята. Скапливаются мосты. Еще есть материал для кучи мостов. Ну и, естественно, коробки, раздаки. Так, ребята, кому нужны запчасти, но у вас, пожалуйста. Начали возить все есть. Да, кстати, газели вот это тоже подвинут. Скорее всего пойдет. Категория D 80 тысяч пробега. Пятый мотор. Кондер, ГУР. 2006 год. Комплектажка вообще пушка для этого года. Люкс. А, электродверь, по-моему, даже. Вообще вот. Беда моя. Видите? С центрального пролета просто лужа, ручьи. И просто все текет на территорию. И тут, короче, мне кажется, скоро можно накачивать лодку. Да, кстати, в том году прям от ворот до ворот все затапливало. Вон там вот в будке можно сидеть на весеннюю охоту на утиновую. Потому что, по-моему, сюда даже утки садились. Ну, во-первых, они очень низко летали. Вот здесь вот. И, кстати, они, наверное, вот сюда могли сесть. Хотя под саду и сюда посадить утку. И чучела резиновая, и все. И вон там на будке просто засухариться. Камыш там что-нибудь, веток нарубать. Ну, сделать все, замаскироваться. И просто сидеть на утку с Мышлеевском. Это в Овском районе взять путевки сюда. И, пожалуйста, сидим у себя на работе. Приятный, с полезным. Просто охочется. Красота. А будем заниматься делом. Нам надо же все-таки попробовать, как она вообще подымет. Наш мотор вообще загрузит в одну будку в мою, в одинокого. Еще многие говорят. Потому что вот это самая проблема. Кого-то где-то искать. Вот есть мотор, есть Газель. Его надо, например, куда-то отправить и довезти. Или даже элементарно отвезти в гараж, чтобы его разобрать. Посмотреть, можно его собирать или нет. Или просто в чермет его сдать. Так что пробуем. Ага, пульт. Пульт. Вот у нас пульт на этом месте. Пульт. Вкрыл. Ага. Можно вот включить быстрый распуск, но тут все в кучу соберется. Я вчера так сделал, блин, пришлось все разматывать и по новой заматывать. Так что вот так вот распустим. Я думаю, достаточно. Так, пульт в карман. Раскручиваем. Лебедочку. Питчик вчера затянул, у меня еще рука не работает. Хотя у кого колючат. Суставу. Кудряшей. Так. Все, проводок у нас все четко. Ну, там, кстати, надо хомутик поставить. Ну, все. Ага. Нехватка. Размотка. Все одной рукой, вот, ребят, все одной рукой. Опа. Опа. Так, у меня машина запущенная, потому что все равно лебедка берет напряжение, конечно. Я вчера все проверял, ничего не греет, все нормально. Все соединил как положено, как меня на электромонтажной практике учили в свое время на заводе прогресс. Тихо, кудрявые руки мои. Надо зацепиться, ну. Все. Так, ну, во-первых, очень все вот так вот неудобно. Ну, посмотрим, что-нибудь вытянет, а она нет. Надо, конечно, помогать, чтобы мне еще в мотор это все не втетерилось. Ну, кстати, я хочу еще вот сюда под машину поставить лебедку, все свалить каркас. Здесь будет фаркоп, и будет основная лебедка большая. Девятитысячная Спорт Трофи. Она 4,5 тонны тянет через блок, соответственно, 9. Если ей где-то что-то потянуть, там, машину, которую я буду на жесткой сцепке тащить, или просто кого-то выдернуть, или мне в бездорожье, где-то в бездорожье там застряну, чтобы меня было, ну, можно было вытащить сам себя. Лебедка нужна, тем более она у меня есть. И вот, так-то ей можно подтащить мотор или мост там издалека, откуда-то он с другой, он с того конца территории там, да неважно откуда. Сюда подтащил, а здесь уже вертикально загрузил. Ну, у нас чуть-чуть мотор смещен, но попробую сейчас его потянуть наверх. Ага, вот. Опа! Вот. Так. Ну что? Грузимся. Ага. Так. Трогаем проводки, господа. Все нормалек. Ничего не греется. Мотор все в норме. Тем более через блок. Лебедки гораздо легче. Мне не нравится, правда, как она вот это... Гудит. Может, там надо эти посмотреть. Помазать редуктор. Ну что, еще поднимем чуть-чуть. Все. Все я делаю. Одной рукой щаваревка один. Извините, если будет мотыляцкого укачивать, уж простите, пожалуйста. Так. Все. Левая рука. Левая рука. Опа-опа-опа-опа-опа. Смотрите, какая. Хе-хе-хе-хе. Ну, кстати, я, видите, застропил. Не очень. Но можно вот так вот. Оп. Приподнять. И все. Кстати, машина... Обратили внимание, кстати, там где-то... Вот эта вот снежка чуть-чуть касалась дверь. Вот она просела на 2 сантиметра. Когда я поднимал. Хотя я сейчас чуть-чуть еще подниму. Высоты, конечно, немножко не хватает. Все. Все одной рукой. Еще больной рукой. Опа. Свободно. Все. Ну, я, конечно, это... Раньше вот так вот возил. Просто на бок облокачивал там. Вон, видите. И все. Это измятая. Весь подкрылок. Этот вареный. Здесь толстый железо. Этот заводской. Измятый. Либо отсюда на стенку. Когда обшивки не было, только покрасили, у меня мост уехал. И выдавил, короче, эту тему там что-то протрещало. Я думал, так сделали. Оказывается, это мой косяк. Но Толя мне все сделал, покрасил. Теперь, во-первых, здесь уже есть защита. Сюда я сделаю такелажные крепления. Поддон, например, да? Если к их ногам поддон, мотор четко в него встает. Что 6-й, 5-й, 9-й, что 42-16, 18-й, 42-18, 42-й, 42-й, просто четко вот так в поддон встают. Но, как бы, можно вообще в идеале использовать два поддона. Поддон так, на него. Этот поставил на него. И все. Примотал стяжками. Поехал в транспортную. А там по грузчикам подняли и вытащили. Песня. Ну, короче, господа, вот такая тема. Просто сейчас уже все. Это свободная лебедка. Этот на месте. Я думаю, что это вообще пушка. И тем более все это, то есть, в одной руке камера. Как бы одной рукой вот подъехал, зацепил. Базара нет. Если он где-то там в углу, его оттуда, конечно, надо достать. Вот сюда более-менее в радиусе досягаемости кран-балки. Чтобы он был. Все, зацепил. Поднял. Вот, загрузил. Красота. Ни спина, ни щеток. Рука вот эта. Задвигать. И то есть, и без камеры. Раз. Все, заехал. Вот сколько мотор весит. Пожалуйста. Загрузили. Зацепили. Заехали. Все. Я думаю, четко. Сейчас мы поднимем. И выгрузим. Так, не туда. Поднимаем. Все. Так, этот я цеплю в крае, что ее вытащить. Так, пульт мы вложим в карман. Берем заглушек. Опа. И смотрите. Выезжаем. Вылет стрелы. Опускаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Еще раз посмотрю все нормалек все четко ничего не греется все путем все приехали загрузились выгрузились четки не работать песня и вот это вот это мне надо было сделать лет 13 назад или не помню или 15 уже ну по вообще давно Просто давно сейчас короче у меня вот эта тема есть и я думаю на мне очень положительные моменты там принесет когда я буду грузить особенно уазовские мосты в транспортную компанию там здесь бывает кого-то надо просить мосты тяжелые надо двоих троих четверых там особенно спайсер или военный мост вообще космос весит все а тем более еще сейчас мотор 245 кому-то надо его отправить Что делать ладно еще трактор есть трактор 500 если я вот один вот сейчас что мне делать вот так мотор все загрузил даже сейчас его загрузил отвез туда в гараж разобрал посмотрел там починил перебрал ну или еще что-нибудь тот же мост в среду как раз мне надо везти мост будет задний от буханку Вон я его зацеплю ремень вокруг подтянул загрузил отвез пушка вот такая вот тема такие испытания по деньгам я не могу сказать сколько это обошлось потому что у меня был бартер там я помогаю ребятам с ремонтом они сделали мне эту штуку но я первый кому сделали эту штуку нас в Самаре Так что ребята телефон там оставлю в описании Диман зовут звоните и скажите от Мишани вот по такой теме и для вашей машины они там рассчитают сколько чего обойдется и поставить можно поставить я думаю что в будку в прицеп и куда угодно Я единственный покупал вот швеллер покупал в районе трешки ну там у меня все чеки все есть видео я все показывал посмотрите все лебедку заказывал на озоне 8600 4000 электрик винч с осей требухой а провод я купил в ВТМ 800 рублей ну короче такая тема ну еще вот такие лашки туда-сюда и все будет пушка но факт в том что сейчас уже можно облегчить себе работу вот такое было видео всем смотрите звоните Диману если кому что надо подписывайтесь на канал ставьте лайки жмите там колокольчик все пишите комментарии все всем пока ну а я погнал домой суббота надо дыхать